Всем привет, уважаемые подписчики! Продолжаем цикл обзоров по необычным пищевым рационам И сегодня видео ИРП Армей Польши Его точное название на польском языке я, боюсь, верно прочитать не смогу Произведен данный пакет компании Arpol Что касается его применения, то он рассчитан на один прием пищи, как это видно из размеров То есть в сутки полагается три таких пакета Сама упаковка напоминает американские пакеты MRE Только сам материал как будто бы здесь тоньше Как видите, они полностью запаяны сверху-снизу, все герметично Также здесь есть вот такая вот наклеечка Как мне кажется, это наклейка чисто коммерческая То есть, скорее всего, данные рационы поставляются в армию Но при этом производитель Арпол также производит их коммерческие версии И наклеивает на них вот такие вот наклейки Но при этом содержимое соответствует армейскому оригиналу Подробной информации по этим пайкам, к сожалению, очень мало В основном она на польском языке И какие-то отрывочные сведения на английском На самой этикетке здесь вы видите указан тип меню WZ1 Также адрес производителя Кстати, при желании, если вы живете в Европе Здесь вы можете заказать подобные рационы Там армейскую тушенку польскую и так далее И указан срок годности Но нету даты производства Поэтому мы не знаем, как долго может храниться данный рацион И плюс имеется список содержимого Если сравнивать польский рацион с другими рационами по габаритам То польский рацион довольно-таки компактный Вот так он выглядит рядом с американским MRE Он значительно меньше Но при этом, кстати, тяжелее на 100 грамм Он весит 800 грамм Что касается сравнения с чешским облегченным IMRE То, как видите, здесь тоже преимущество в габаритах И, конечно же, чешский облегченный Но при этом, несмотря на то, что он меньше Польский, он тяжелее на 200 грамм Ну что ж, попробую открыть Поскольку здесь нет никаких зацепов Для того, чтобы можно было руками открыть Мне придется, видимо, вскрывать его при помощи ножа Ладно, ножом так ножом Страшно Упаковано все очень плотненько Ну что ж, друзья, содержимое перед вами И могу сказать, что я очень порадовался Что я все-таки заснял польский рацион В сравнении с другими иностранными рационами Просто сейчас это наглядно показало то, что Иногда стремление к компактности Оно не всегда хорошо Поскольку многие производители, например, делают Какие-то габаритные такие рационы Которые находятся в пакете Внутри пакета коробка И вот здесь, кстати, эта коробка бы не помешала Поскольку, посмотрите Это основное блюдо Лазанья И мясо И оно оказалось полностью испорчено Упаковка пробита Здесь плесень Жуткая вонь Влага из этого блюда попала на другие компоненты Хорошо, что они упакованы в герметичные пакетики отдельно Но, например, спички Они уже все испорчены То есть здесь уже у нас Они совершенно непригодны То есть в этом плане Выигрыш по габаритам у них, конечно, есть Но вот Как все это упаковано и уложено Что оказалось Разбита вот эта вот Лазанья Это, конечно же, большой-большой минус Так что попробовать Главное блюдо мы сейчас не сможем Вонище стоит жуткое Но Я сейчас все-таки ради спортивного интереса Так вот вырежу эту крышечку И посмотрим, что внутри Наверное, все там уже мухом заросло Но, тем не менее Прежде чем выбросить, охота посмотреть Что же там было-то Знаешь, что лазанья Вот Какая лазанья А, понятно Здесь, кстати, еще более-менее выглядит Скорее всего Во время Почтовой пересылки повредилось Поскольку я не так давно данный рацион получил Ну вот здесь мы видим Какие-то макаронные изделия Да, или что-то похожее Какой-то мясной соус Каких-то кусочков мяса Здесь я не вижу Скорее всего Это очень-очень мелко нажинкованное мясо Или какой-то фарш Ну и плюс какой-то, видимо Соус С перцем и помидорами Судя по всему Сейчас я эту лазанью уберу Чтобы она не мешала делать обзор И далее приступим к остальному Что касается остальных компонентов То давайте для начала Рассмотрим этот пакетик с аксессуарами Что же здесь есть Он, кстати, тоже, как вы видите Весь за обрызгом этой субстанцией Плесневелой Но, тем не менее Большинство изделий здесь целы Внутри пакетика с принадлежностями У нас содержатся следующие компоненты Во-первых, это перец Во-вторых Соль Далее Это, судя по всему Кофе Именно так я могу интуитивно перевести слово Кава И Два пакетика с сахаром По 10 грамм каждый Следующая у нас идет Это универсальная салфетка Она же туалетная бумага Кстати, очень большая Толстая, смотрите Также здесь вы видите Три дезинфицирующие салфетки Бифреш С запахом апельсина Видимо Жевательная резинка Один пластик Три Конфетки К сожалению, на них попала вот эта вот Плесневелая жижа И они немножечко подванивают Наверное, я Распробую только вот эту вот Которую более-менее герметичную И также есть Вот такой вот Последний компонент Это таблетка Одна штука Скорее всего Это именно таблетка Для обеззараживания воды Поскольку рука У меня немного вот И липкой жижи Я, наверное, воспользуюсь Этой штатной салфеткой И далее уже Перейду к следующему компоненту Салфетки, кстати Действительно пахнут апельсином Очень вкусно Что касается следующего компонента Ну, давайте Рассмотрим данный пакетик Он представляет собой Концентрат напитка Как вы видите на упаковке Он с цитрусовым вкусом Судя по всему И рассчитан на разведение С 250 мл воды Ну что ж, давайте попробуем Сам концентрат, кстати Выглядит довольно-таки необычно Напоминает какие-то Гранулы для кормления рыбок Ну что ж Очень даже интересно Как это все будет разводиться И как это все будет на вкус Для того, чтобы все это перемешать Воспользуемся штатной ложкой Из данного ИРП Столовые приборы в этом ИРП Кстати, довольно-таки разнообразные Здесь имеется и вилка И ложка И чайная ложка И нож с серрейтером И салфетка дополнительная Довольно-таки неплохо Разводится, кстати Довольно-таки медленно Видимо из-за того, что Гранулы крупные Ну что ж Я думаю, все-таки уже достаточно Поскольку большинство Гранул уже растворилось И вкус, думаю, можно оценить Напиток очень даже ничего Чувствуется четкий Лимонный вкус Сахара не очень много Но и не очень мало Как раз-таки все в меру Реально хорошо освежает И при этом могу сказать, что Сравним по вкусовым ощущениям С растворимым напитком Зуко Как-то примерно так Следующий компонент О котором можно рассказать Это вот этот вот брикетик По упаковке данного брикетика Сразу видно, что это чисто Армейский вариант Поскольку здесь нет никаких Коммерческих логотипов Лейблов и прочего Здесь просто на трех языках Польском, английском и французском Написано, что это Фруктовый батончик Со вкусом абрикоса Ну что ж, очень интересно Внутри упаковки Батончик обернут Дополнительно бумагой Который к нему прилипает Тем не менее Запах от него идет Очень даже неплохой Могу сказать, что на вкус Довольно-таки неплохо Если хотите представить себе Каково это на вкус То могу так объяснить Если перемолоть Фруктово-ореховую смесь В чистый фарш То получится вот примерно это Следующий компонент Здесь тоже в виде концентрата Называется он Зупа помидорова инстант Судя по всему Это какой-то Томатный суп К сожалению Здесь эта этикетка Оказалась испорчена В той плесневелой лазани Нет здесь Какой-то инструкции В какой именно пропорции Все это разводить Но я интуитивно предполагаю Что примерно рассчитано На один стакан Томатный суп В концентрированном виде Я раньше еще не ел Внешне Выглядит довольно-таки Бодренько Напоминает На бульон от борща Тут еще есть Немножечко зелени Как вы видите Растворяется Очень быстро Скорее всего Здесь куча Всяких Красителей И усилителей вкуса Ну ладно Попробуем Могу сказать Что на вкус Данный суп Примерно так Как вам представляется По сути Это какой-то бульон С сильным привкусом томатов И он при этом Довольно-таки Сильно пересолен Зелень там Тоже какой-то Такой оттеночек Придает Не сказать Что супер вкусно Но пить можно Следующий пункт В данном ИРП Это так называемые Хлебцы Они же сухари Здесь они называются СУ1 Сухари специальные Один Пластовские Видимо С этой фабрики Или из этого города Их здесь всего лишь Две штучки На мой взгляд Маловато конечно Но с другой стороны Здесь есть Также и другой компонент Я сильно подозреваю Что они будут Друг с другом Сочетаться Ну что ж Попробую открыть И то и то Данный тюбик Как многие догадались Это сгущенное молоко Для открытия Понадобится Что-то острое Что касается Сухарей То запах от них Идет очень даже хороший Здесь даже есть Какие-то небольшие Вкрапления Что-то вроде отрубей Ну что ж Попробуем Все это вместе Со сгущеночкой Я вообще удивлен Кстати Что здесь Так много сгущенки Целый здоровый Тюбик алюминиевый Как от Довольно-таки Крупной зубной пасты Зачем так много Ну нет То есть это хорошо Конечно Просто Сухариков Этих всего лишь два Могу сказать Что сгущенка На вкус Ничем не отличается От того Что у нас Продается в магазинах Что касается сухарей То Они Не соленые Не сладкие Нейтральный Такой Хлебный вкус При этом Они довольно-таки Плотные Такие Твердые Приходится так Зубы напрягать Чтобы их перекусить Но в целом Конечно же Со сгущенкой Все это вкусно Следующий пакетик Который здесь имеется Называется Карбонекс Это фактически Спортивная Изотоническая Таблетка Концентрат Состав в общем-то Указан здесь Наверное Многим спортсменам Данные Компоненты Знакомы Что касается Каких-то подробностей Судя по всему Компания Нотренд Производит их В трех разных видах Это Первый, второй, третий Первый предназначен Для употребления Перед физнагрузками Второй То что мы имеем Во время физнагрузок И третий После физнагрузок То есть Как раз таки Здесь Именно для ИРП Они подобрали Второй вариант Инструкция По эксплуатации Здесь почему-то На чешском языке Вот Чезет И непонятно Как все это Разводить Как это употреблять Рискодум предположить Что скорее всего Данная таблетка Просто предназначена Для того Чтобы разводиться В том объеме воды Которую вы Как раз таки Употребите За все время Вашей трапезы Выглядит она Вот так вот Я ее пока Употреблять не буду Это все-таки Не какой-то Напиток Это все-таки Специализированная таблетка Когда у меня будут Физнагрузки Тогда ее и Наверное Израсходую Ну а пока Отложу под запас Так Теперь как я планировал Попробуем эту конфетку Если это конечно конфетка А не жевательная резинка Дополнительная Это оказалось действительно Что-то вроде конфеты Попробуем на вкус На вкус кстати Вполне неплохо Чувствуется Что здесь есть Очень много кофе То есть это фактически Некий аналог Американской кофеиновой жвачки В том смысле Что при помощи данной конфетки Немножечко можно так Приободриться За счет кофеина Ну что ж А все пищевые компоненты Я вам уже показал Переходим к остальным А спички вы уже В принципе видели Они здесь совершенно Испорчены плесневелой лазаней И жутко воняют Спички здесь кстати есть Но нет печки И таблеток сухого горючего Но зато есть Беспламенный нагреватель пищи Он здесь западного образца Вот такие вот Знакомые пакетики Да Как мы видели В других рационах Но здесь есть одна Необычная особенность Здесь в комплекте Имеется Вот Такой вот пакетик Это уже готовая вода Именно предназначенная Для данного Беспламенного нагревателя Довольно таки необычно Да Что они Кладут сюда воду К тому же Так упакованную Она кстати Содержит еще немножечко хлора И не предназначена Для питья Что касается Следующего компонента То это просто пакетик Здесь пакет Как раз таки Рассчитан на Один литр воды И он предназначен Для того Чтобы разводить В нем Таблетки Для обеззараживания воды На пакете Также имеется Вот такая вот Подвязочка Для переноски Ну что друзья На этом обзор завершен Жаль что не удалось Продегустировать Основное блюдо Но тем не менее Надеюсь Обзор был полезен Ну а на этом у меня все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok